Друзья химчане, всем привет! В Химках назревает очередной скандал. Администрация городского округа Химки решила, во что бы то ни стало, всеми силами и способами благоустроить Парк Отстого, как они это называют, к майским праздникам. На деле некогда любимая зона отдыха для тысяч химчан превращается просто в базарную площадь. Я прошла буквально несколько десятков метров, а по левую руку от входа вся территория просто пестрит торговыми и коммерческими объектами. Строительные вагончики, наспех собраны, аттракционы. Пожалуй, скоро Парк Толстого будет не узнать. И они растут просто как грибы. Работы ведутся буквально ночью. Вчера я стала непосредственным свидетелем данного действа. Сегодня 25 апреля 2024 года. Мы находимся в Парке Толстого на часах, видно, не видно, не знаю. 9 вечера, 21 час 15 минут. Заехала какая-то техника, с чем непонятно. Со стороны веревочного парка. Так, попробуем сейчас подсветить номер машины. Т-809СУ799. Буквально на днях здесь появился призовой тир, которого не было и в помине все предыдущие годы. Общественность негодует, на основании чего здесь поставили очередной торговый объект. Скоро не будет ни одного места, которое нельзя будет пройти, не наткнуться на палатку или аттракцион. Детская площадка, находящаяся вблизи Ленинского проспекта, демонтирована. Власти заботливо просят химчан пользоваться ближайшими детскими площадками на территории кафе Лето, памптрека, скейтпарка и гриль домиков. Площадка для воркаута, где химчане занимались в летнее время года и которая пользовалась у них популярностью благодаря тому, что она была бесплатной, теперь тоже снесена. На ее месте зияют дыры, заложенные кусками битого асфальта и камнями. С 2020 года администрация городского округа Химки отказывается показывать план, согласно которому будет ввестись благоустройство в парке Толстого. И, собственно, велось все эти годы. В 2019 году проводились так называемые слушания по соучастному проектированию, где каждый химчанин мог прийти и высказать свою точку зрения о том, каким он хочет видеть любимый парк. Но на этом все. После соучастного проектирования администрация ушла в подполье. И долгожданный проект благоустройства, который был обязан выноситься на публичные слушания, естественно, никто так и не увидел. Представляете, друзья, в течение четырех лет у нас идет благоустройство, согласно чему неизвестно. Когда это закончится, тоже не ясно. И что здесь будет? Самый главный вопрос. Химчане опасаются, что хоккейная коробка, которая здесь находится испокон веков и вырастила не одно поколение химчан и будущих хоккеистов, тоже могут уничтожить городские власти под предлогом благоустройства. Случится это или нет, пока не ясно. Потому что, напомню, планов благоустройства, проекта благоустройства жители так и не видели. Просто какое-то засилие коммерческих объектов. Площадка, которая некогда была зеленой, закатана теперь в песок. Что здесь будет дальше, тоже пока неизвестно. При этом дорожки, которые в первую очередь нуждаются в реконструкции, остаются без изменений. И буквально ходят ходуном под ногами у химчан. Центральная аллея, естественно, тоже не отстает. Все эти аттракционы стояли здесь на протяжении нескольких лет, но скоро им придется потесниться. К ним прибавляется еще из десяток новых аттракционов, которые, естественно, жители городского округа Химки не просили. Ну, а зачем их спрашивать? Властям лучше знать, что нужно для химчан? Парк Толстого продолжает вытаптываться. И от снега до зеленой лужайки скоро не останется и следа. Аттракционов и батутов в парке Толстого становится все больше и больше с каждым днем. Химчане опасаются, что скоро они просто не узнают парк. И на месте деревьев и зелени, которые здесь были полноправными хозяинами, останутся просто голые пеньки и выжженная земля. Бесплатные детские площадки и тренажеры уже демонтированы, свалены в кучу возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». Ну, а на их месте вскоре появятся новые коммерческие аттракционы, за которые придется химчанам платить деньги. При этом нелепые грядки, которые еще в прошлом году удивляли химчан, так и остались нетронутыми. Что будет с ними в этом году, время покажет. Но я думаю, что ничего. Просто набор какой-то травы самосевной и кусков земли. Собственно, вот оно, благоустройство центральной аллеи городского парка. Заселем коммерческих объектов в парке Толстого, естественно, химчане недовольны. Только за 4 дня группа в Телеграм, так и называется парк Толстого, так что можете подписаться и заходить, набрала свыше 300 человек, и их количество начинает увеличиваться с каждым разом все больше и больше. Жители готовят обращения, жители готовят жалобы. Они не намерены останавливаться на этом и допускать того, чтобы их любимое место отдыха, парк Толстого, превратился просто в базарную площадь.